Привет и добро пожаловать обратно в сад. Так что сегодня я буду говорить о мульче, это очень востребованная тема. И поэтому в этом видео будут представлены 11 натуральных мульч, идеально подходящих для выращивания пермакультуры. Так что без какого-либо определенного порядка я собираюсь просмотреть все эти мульчи, которые я использовал в течение последних нескольких лет. Поскольку я действительно занимаюсь мульчированием сам. Первая мульча, о которой следует упомянуть, это та, которой у нас есть большой доступ, находясь в Уэльсе. Это же овечья шерсть. Вот здесь она хорошо распускается. Мы добавили еще и древесную щепу. Самое приятное в овечьей шерсти то, что ее можно использовать как для однолетних, так и для многолетних растений. Слизни не очень-то любят ее. И поэтому такие люди, как Адам и Адит, добились большого успеха в мульчировании вокруг своих, скажем, капустных растений, таких как капуста, отличный способ уберечь их от слизней. Я рассматриваю овечью шерсть как средство мульчирования многолетних растений. В прошлом году я также использовал овечью шерсть из упаковки, которая помогает обеспечить изоляцию при покупке продуктов питания в интернете для мульчирования вокруг растений томатов. И это действительно очень хорошо сработало. А еще в Северном Уэльсе есть виноградник, который также мульчирует между виноградными лозами листовой ватой. А теперь еще одна отличная натуральная мульча – древесная щепа. Это древесная щепа, которую мы положили сюда на землю. У нас есть что-то вроде ландшафтной ткани из крахмального волокна, но это совершенно естественно, так как она быстро разрушается. Но поверх нее мы кладем древесную щепу. Это отличная мульча, которая выглядит красиво и нарядно. И к тому же это фантастическая мульча для любого вида многолетних растений, потому что она способствует созданию хорошей почвы с преобладанием грибов. А именно это предпочитают многолетние растения. Мне нравятся вот эти мягкие фрукты. У меня есть красная смородина, крыжовник – это прекрасные многолетние растения. И поэтому эта древесная щепа будет действительно полезна для создания почвы, в которой преобладают грибы. Но она также очень хорошо разлагается и фантастически обеспечивает действительно высококачественное органическое вещество для обеспечения, чтобы почва ставалась приятной и влажной. Далее идет разновидность древесной щепы, называемая древесной щепой рамель, которую я положил вокруг основания этой яблони, которой мы вступаем в должность. Древесная щепа рамель – это фантастическая древесина, потому что в ней гораздо лучшее соотношение азота и углерода. Так вот это означает, что она быстрее разрушается. Ты можешь использовать ее в качестве материала для рассады, что мы и сделали действительно успешно. Но это также мульча, которую ты можешь использовать вокруг некоторых своих однолетних растений. Потому что это не вызовет проблем с азотом именно там, где почва соприкасается с древесной щепой. Я думаю, что рамуэль-чепвуд – один из самых интересных ресурсов в мире, и это один из наших ключевых фокусов здесь. Когда мы экспериментируем с различными мульчирующими материалами на нашем новом сайте. В частности, есть один материал, который мы действительно хорошо можем выращивать здесь, в Уэльсе. Это трава, которой я до сих пор мульчировал это видео. Вот эта скошенная трава, которая просто потрясающе помогает создать слой, удерживающий влагу в почве. К тому же она действительно приятная и плодородная. В мире существует несколько удивительных проектов пермакультуры, в которых трава используется исключительно в качестве источника питания, не только для выращивания многолетних растений, но и для однолетних растений. Вот здесь я использую траву вокруг, у нас есть слива во внутреннем дворике, и я просто хочу положить сверху этот слой обрезков травы, чтобы сохранять и влагу внутри себя. И поскольку оно снова разрушится, оно будет продолжать добавлять питательные вещества по мере роста этого сливового дерева. Но у нас в ближайшие несколько дней прогнозируется не так уж много дождей. Так что это означает, что мне не придется утруждать себя поливом. А что касается доступности, то действительно важно понять, какие виды мульчи будут наиболее доступны вам в вашей ситуации. А это в свою очередь влияет на то, как вы будете выращивать продукты питания. Вот здесь, на нашем участке, трава растет изумительно быстро. Таким образом, с точки зрения дизайна пермакультуры и нашего подхода, у нас есть трава, которая является ведущим мульчирующим материалом. Я думаю, что со временем древесная стружка рамели займет второе место, а затем все остальное станет дополнительным по мере того, как мы сможем ее раздобыть. Эй, нет, я просто шучу. Эй, это еще одна форма травы, немного похожая на скошенную траву, но ты даешь ей высохнуть, вылезай наружу, а потом собирай урожай. Это больше похоже на коричневый материал, но он довольно хорошо ломается сам по себе, ничего не добавляя за дополнительную плату. Так что я добавляю это сено поверх предыдущего сена и немного древесной щепы рамуэля. То, что я здесь делаю, по сути, подавляет сорняки настолько сильно, насколько это возможно. Но действительно увеличивает плодородие вокруг основания деревьев, потому что затем я собираюсь начать сажать гильдии в некотором смысле. Во-первых, ты также получишь своего рода живую мульчу, такую как травы, такие как мята, ползучий тимьян или газонная ромашка. И это на самом деле некоторые из вещей, которые мы будем сажать под этими деревьями, чтобы естественным образом подавить рост сорняков. И просто травы, растущие вокруг него, чтобы попытаться и сохраняйте красивый чистый стебель для здоровья дерева. Но они действительно любят, чтобы их немного подкармливали. Они, вероятно, предпочли бы получить немного дополнительного питания по сравнению с тем, чтобы их просто сажали в верхний слой почвы. И именно поэтому я сильно мульчирую этот участок в этом году, он разрушится, это создаст действительно хорошее кольцо питания вокруг основания дерева. Которое я затем можно будет сажать вместе с травами и почвопокровными культурами, и они будут расти намного лучше, а в следующем году будут хорошо развиваться. Отличная мульча, которая богата питательными веществами и может быть использована где угодно, будь то в лесном саду или даже в политуннеле. Особенно для ваших плодоносящих растений, таких как перец, огурцы и помидоры, это окопник, который у нас здесь растет. Я просто сорву несколько листьев с этих растений. Я не пытаюсь взять слишком много, потому что они все еще в основном развиваются, но окопник просто богат питательными веществами. Это совершенно удивительное растение в мире пермакультуры и к тому же совершенно справедливо. Из окопника можно приготовить фантастический натуральный жидкий корм, но что касается меня, то я просто нарежу их немного, как нарезаю и бросаю. И разложу вокруг помидоры просто для того, чтобы придать им хороший импульс. И даже несмотря на то, что у них все еще развиваются помидоры, я добавлю окопник. Я мог бы добавить еще немного крапивы. А еще крапива отличная мульча. Я не включаю ее в список из 11 растений, но если бы мне нужно было выделить одно конкретное растение, которое нужно выращивать специально для мульчирования, то это был бы окопник. Еще одна отличная мульча, если у вас есть к ней доступ, это любой вид хорошо перепревшего навоза животных. Нам очень повезло, что мы находимся прямо рядом с молочной фермой. И поэтому у нас есть большой доступ к коровьему навозу, который я посыпаю вокруг этой розы, которая на самом деле растет, чтобы использовать цветы в съедобных целях. А затем я добавлю вот этот крыжовник. Но да, с точки зрения сверхвысокого содержания питательных веществ, особенно для голодных растений, голодных многолетних растений, навоза, конского навоза, коровьего навоза, даже куриного помета, куриной подстилки, когда она разрушится, она будет абсолютно идеальной. И растения будут тебе за это благодарны. К тому же вся эта территория будет благоустроена. Таким образом, всего лишь небольшое количество навоза вокруг ключевого растения окажет положительное влияние на все окружающие растения. Если вы находитесь недалеко от побережья, то морские водоросли – это прекрасный, абсолютно прекрасный мульчирующий материал для использования. По сути, они обладают таким же мощным действием, как и использование навоза животных. Так что если тебе удастся раздобыть немного морских водорослей, ты сможешь мульчировать ими все свои многолетние растения. Есть некоторые садоводы, которые любят мульчировать пустые приподнятые грядки с морскими водорослями на зиму, а затем как бы соскабливать их весной или сажать между водорослями. Я видел несколько фантастических результатов в этом направлении. Так что да, морские водоросли, если у тебя есть к ним доступ, просто необходимы для использования в саду пермакультуры. Еще один отличный мульчирующий материал – это просто растительное вещество, которое у тебя уже растет. Это какой-то заряд, который сейчас поступает на семена, а это совсем не проблема. Я просто собираюсь использовать технику руби и бросай, чтобы легко и эффективно нарезать его, просто мульчируйте землю вокруг него, чтобы земля оставалась красивой и защищенной. А потом, когда дело дойдет до пересадки чего-нибудь, я могу удалить мульчу в зависимости от однолетнего растения и положить ее в мусорное ведро для компоста. Но это все равно создаст такую приятную защищенную среду поверх почвы. И если он все-таки сломается, особенно в конце вегетационного периода, когда вы все равно просто расчищаете грядки. Вместо того, чтобы утруждать себя тем, чтобы положить это в мусорное ведро для компоста, просто оставьте это на земле, когда оно сломается. И действительно поможет почве и защитит ее в холодное время года несколько месяцев. И, конечно же, компост сам по себе является отличной мульчей, особенно если вы занимаетесь ежегодным выращиванием большого количества растений. Просто ходите вокруг да около и делаете что-то вроде легкой подкормки, которая добавляет немного защиты. Возможно, она не обладает такими же качествами, как некоторые другие мульчи, такие как скошенная трава, с точки зрения удержания влаги. Но она добавляет органическое вещество, которое увеличивает удержание влаги в почве. Несмотря ни на что. К тому же это добавляет много полезных питательных веществ растениям и почвенным микробам. Привет, Хью, я здесь из будущего. Я забыл еще одну мульчу, в которую, конечно же, войдут все осенние листья. Они прекрасно подходят для самых разных целей. Да, ты можешь использовать их в мусорном ведре для компоста. Но с точки зрения мульчи их действительно приятно просто положить поверх пустых участков из земли, просто для того, чтобы они были укрыты на зиму, а затем их можно было убрать весной. К тому же их очень удобно сажать вокруг многолетних растений, а можно немного поломать, чтобы получилась листовая плесень, которую затем можно также начать наносить вокруг однолетних растений. Вот 11 действительно простых идей мульчирования для выращивания многолетних растений. Посмотрите это видео здесь. Это недавнее видео, посвященное новому формату, который мы разрабатываем. Садовым дневникам Хьюза, в котором основное внимание уделяется тому, как мы используем скошенную траву на этом сайте.